здарова соединение с оператором оставайтесь на линии алё да да на здравствуйте меня зовут надо ведь олег андреевич с кг в интерес компании лаймзы она описывается подскажите пожалуйста иван юрьевич с вами беседу еще достаточно верно как имя отчество одович олег андреевич меня зовут олег андрей ориентируйте олег греть должность ваша специалист специалист в чем это вид по работе с просрочной задолженностью понятно дальше и на ногах далее м н н о грн юридический адрес организации адрес фактического нахождения записываете да конечно и н н н 5407 95 0809 далее о грн продиктуете давайте проверим правильно записали или нет у меня разговор записывается на основании 29 стадии конституции а потом переслушаю нет вы не можете его записывать 29 стадия конституции не позволяет это делать тем более вы совершаете входящий вызов не нет ни одному ни одного на нормативно правового акта который запрещает мне это делать да хорошо так вы покажете информацию которую я хочу у вас уточнить ну давайте попробуем ориентируйте пожалуйста чем причина у вас 14 910 рублей сумма задолженности и на текущий момент времени давайте давайте сразу вату катать не будем по агентскому по цепи давайте агентский договор агентский договор значит позаботьтесь о том чтобы первоначально чтобы кредитор меня уведомил о том что привлек вас для взаимодействия на новое уведомление у вас было в личном кабинете а личный кабинет не является способом уведомления поскольку поскольку у меня нет дополнительного соглашения заключенных с кредитором поэтому соглашение не нужно у вас то указано в основном договоре основной договор не является дополнительным соглашением открываем 230 федеральный закон статья 9 пункт 1 способ уведомления должника о привлечении третьих лиц для взаимодействия направленных на возврат постройки задолженности открывается варить это указаны там указаны приоритеты заказное письмо с уведомлением обручения либо курьеру либо курьером подростки либо иным способом предусмотренным дополнительно доглашением между заемщиком и кредитором дополнительное соглашение это отдельная отдельный документ данного отдельного документа уставлена на бумаге у меня к кредиторам заключено не была. А почему вы решили, что он должен быть на бумаге? В соответствии с 230 федеральным законом статьи 9 пункт 1. То есть вы решили, что письменный вид? Это на бумаге. Это постановление Верховного Суза Российской Федерации, которое вышли в шоке. Это не я решил. Это Верховный Суза. Послушайте, пожалуйста, там указано в письменном виде, правильно? Письменный вид? Ну, естественно, а что такое письменный вид? Почему вы решили, что письменный вид это обязательно на бумажном носителе? А кто вам сказал, что там должна быть моя роспись, должна быть роспись кредитора? Или лица действующего сегодня? Ну, данного дополнительного соглашения нет. Электронная подпись у вас есть? Нет, аналог собственноручной подписи в данном случае неприменим, опять-таки, согласно постановлению Верховного Суза Российской Федерации. Да, сейчас, по-моему, не вспомню, по-моему, от января 2017 года данное постановление Верховного Суда Гусла. В дополнительном соглашении... Это не же он применим? Нет, в дополнительном соглашении аналог собственноручной подписи неприменим. Ну, мы с вами спорить не будем по этому поводу. Я вам уже сказал, что запись разговора ведется. Пускай нас рассудит... Пускай нас рассудит федеральный... Это федеральный закон об электронной подписью, правильно? Это при заключении... Я понимаю, статья 5, пункт 2. Это при составлении договора оферты, в 63-й подключая применимо. Про дополнительное соглашение в 63-й статье ничего не сказано. Так, в таком случае, почему вы ее не применяете сюда? Я не собираюсь вообще ничего применять. Будьте добры, позаботьтесь о том, чтобы кредитор меня уведомил согласно 230-м федеральным законам, о том, что привлек вас к взаимодействию со мной. Вы тогда можете смело звонить и общаться со мной. Я отвечу на все ваши вопросы. Будьте добры, зайдите в личный кабинет, как это и указано в договоре с вами. Личный кабинет, согласно договору, является способом оповещения меня о задолженности, но никак не является способом уведомления меня о привлечении третьих лиц для взаимодействия со мной. Далее, вы можете назвать номер телефона, с которого вы звоните? Это номер IP-телефонии, зарегистрированный на компанию. Что тоже запрещено, согласно 230-м федеральным законам, о использовании IP-телефонии, потому что IP-телефония подменяет номера телефонов организации. Еще одно нарушение зафиксировано. Как скажете? Ну, не я скажу, это Федеральная служба судебных приставов скажет. Мне за что говорить. Как скажете? И вы, то есть, другими словами, отказываетесь со мной вести диалог, правильно? Совершенно верно. Очень приятно с догадливым человеком пообщаться. Спасибо. Что касается ситуации, вы, в данном случае, заблуждаетесь, кстати, на всех вышеуказанных вещей? Давайте, давайте, федеральная служба судебных приставов рассудит. Я сейчас данную запись разговора после окончания разговора с вами отправлю им на сайт с жалобой. И попрошу обратить внимание на те ошибки, которые я заметил в диалоге с вами. Если они со мной согласны будут, значит, ваш СКГ получит штраф. Ну, если не согласны, значит, вам повезло. Почему вы не оплачиваете долг? Я еще раз говорю, для меня вы третье лицо, и свои финансовые вопросы с третьими лицами обсуждать я не собираюсь. Еще раз повторюсь. Так я же пояснил, подсказал, почему это не третьи лица? Еще раз, я вам возразил, я вам контраргумент предоставил. А я контраргумент предоставил. Ну, контрить не будем, пускай нас расходит ФССП. Ну, понятно. Ну, он так и понятно, Иван Юрьевич. Знаете, в чем проблема основная заключается? Что придет вам ответ о том, что все в порядке, что все законно, что делок нормальный, абсолютно адекватный, корректный? Значит, ваша зарплата никак не пострадает. Так моя зарплата в любом случае не пострадает. Проблем в том, что вы-то это увидите, а компания-то этого не увидит, правильно? Если на вашу организацию будет наложен штраф именно после взаимодействия со мной, я думаю, что ваш рабовладелец именно с вашей зарплатой будет жидкивать оплату этого штрафа. Ну, мне-то лучше знать, правильно, Иван Юрьевич? Ну, естественно, куда же мне, колхозников? Не я там же говорю. Так в любом случае вопрос с оплатой это не решите, даже если ответ будет в сторону компании. Вопросы не решают, а вопросы отвечают. У меня никаких вопросов нет, тем более проблем. Если кредитору что-то не вероятно, у него одна дорога в суд. Ну... В любом другом шишек-слованс подираетесь, Иван Юрьевич. Ну, вы все-таки занимаете официальную должность, будьте добры выражаться корректно. Ну, решение вопроса в любом случае это корректно. Мы не будем разводить полемику. Я согласен, что будем разводить полемику без смыслную. Да, передать кредиторам мои искренние пожелания, прямая дорога в суд. Ну, это привилегия компании в любом случае. Ну, пускай мучается, пускай бедолага мучается. Я не решаю, я предлагаю. Это единственный способ в нашем цивилизованном гражданском конфликте решить свою проблему. Проблемы у компании, она считает себя пострадавшей стороной. И данный вопрос она может решить со мной только через суд. Никакие звонки с мобильных телефонов, айпи-телефонии не поспособствуют этому. Это я вам заявляю компетентно. Даже несмотря на то, что частично вы уже оплату производили, вдруг почему-то перестали. Так, в казино выиграл денег маленько. Думаю, да, закинул половину займу на бедность. Я вас понял, Юрьевич. Знаете, довольно познавательно с вами вести беседу. Ни в коем образом не сердитесь на меня, а не обижайтесь в свою очередь. Вот, мужчины не обижаются, мужчины огорчаются. А на вас, вы знаете, извините, конечно, за мое субъективное мнение, вы сами себя обидели, пойдя работать за искателем. Да вы по себе спойте вообще. Ваши мнения в данном случае ошибочны. Вы считаете свою работу застойной, мужчины? Я считаю свою работу прибыльной, Иван Юрьевич. Прибыльной для кого? Как минимум. Прибыльной для кого? Для меня? Для меня. Да, ну понятно. То есть вы готовы пристать на костях заемщиков? Ну вы это классно общаетесь. Я готов обеспечивать себя, Иван Юрьевич. Ну понятно. Деньги не пахнут, да? Как Иван Юрьевич. Когда-то что-то из древних сказал, да? И ввел налоги на туалете общественные. Ну вы как думаете? Ну вы как думаете? Видите в чем дело? А минус в карму вам и вашей семье не котируется, да? Нет. Я агностик. Я агностик, Иван Юрьевич. До мозга костей. Агностик вы или не агностик, рано или поздно это скажется на вас и на ваших детях, к сожалению. Ну Иван Юрьевич, в маше субъективно меня, как вы уже ранее сказали. Мастер и Маргарита видели фильм, когда беседа на Патриарших была бездомного Берлиоза и Воланда. Не человек управляет своей жизнью. Потому что, чтобы управлять своей жизнью, нужно иметь хотя бы какой-то план хотя бы на ближайшие тысячи лет. Поэтому все равно есть над нами высшие силы, высший разум. Кто как их называет? Кто так господом? Кто-то, что мы инопланетные как бы заселенцы. Но все равно. Карма? Карму никто не отменял, каким бы агностиком вы не были. Вы это поймете потом. А продолжников, что говорит карма, Иван Юрьевич? Продолжников? Ну я вам скажу, что говорит в Библии и в Коране. Это все позволительно, занимать деньги в долг, которые нужно вернуть. Но там категорически сказано про проценты. А ростовщиков, которые дают деньги под проценты, ранее публично вернули на столбах и отрубали им голову. Ну вспомните даже о настоящем преступлении на конец цивилизованном мире, да? Ну почему не цивилизованном? Не мы такие, жизнь такая. Вот оно как. То есть все-таки вы сейчас говорите о том, что вы не виноваты, потому что согласились на указанные условия? Ну, мало ли, по каким причинам я согласился. Другое дело, почему я понимаю... Выдавите поблажку, Иван Юрьевич. Я гражданин Российской Федерации, которого защищает Конституцию, вполне имею право на поблажки. Вторая статья Конституции меня защищает, потому что в ней говорится, что честь и достоинство гражданина является наивысшей ценностью государства. Прозвонила к телефону Конституции, почему-то ничего не сказано. Наш гарант Конституции, Владимир Владимирович Путин. Что-то забыл упомянуть, наверное. Нет, но видите, как вы с духовностью перешли сразу же на юридическую сторону. Как только она вам не идет в пользу? Как только она вам не идет в пользу, вы сразу же пересекли. А вы знаете, в формате нашего диалога мы можем бла-бла-бла разводить на любые темы. Хотите, поговорим о поэзии? Это все равно ни к чему не приведет. Юридические вопросы я буду решать, пользуясь вашим языком по поводу того, что вопросы решаются. Ну, как-то так. И как бы вы мне сейчас не говорили, какие статьи гражданского кодекса я нарушаю, я вам парирую, что я нарушаю всего лишь условия договора. А нарушаю ли я статьи гражданского кодекса, который, кстати сказать, имеет всего лишь 16-го рекомендательный характер, это кредитор может доказать только судя. Ясно. Да, я не вижу смысла в данном случае в дальнейшем как бы это просто разводить, как-то его развивать. Я понимаю, что это бессмысленно в отношении вас. Надеюсь, это бессмысленно. Да, кредитору передайте, пускай прошлое заказное письмо с уведомлением. И тогда я, может быть, подоблюсь, если захочу вести устный формат переговоров с СКГ. Ясно, я вас понял. Ясно, я зафиксирую в таком случае отказ от оплаты. Нет, это статья уголовного кодекса, служебный подлог. Я не говорил, что я отказываюсь от оплаты, я сказал, что я отказываюсь от взаимодействия. На основании 37 статьи Гражданского кодекса, пункта 1, компания выставляет нам требование сегодня произвести оплату. Требование выплатить и выполнить. А где это требование? В устной форме, с чем все озвучиваю. Вы не имеете права на основании 452 статьи Гражданского кодекса выставлять требование в устной форме. Вписанном виде данное требование я не видел. То есть не выполнить? Что не выполнить? Требование компании на основании 37 статьи Гражданского кодекса. Вы обязаны вы произвести оплату. Я отказываюсь. Я отказываюсь обсуждать свои финансовые вопросы с третьими лицами мне незнакомыми. А вы все понимаете? Понял, пускай остается за кадром. Я понял вас. Пускай кредитор мне позвонит, я ему согласен или нет. Вы перейти лицо с вами осуждать я это не собираюсь. Ясно, ясно. Я зафиксировал стопат на основании вышесказанного. Все более не смею отвлекать. Это служебный подлог. Хотя уголовного кодекса. Все, все, все. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...